Идет облава. Мы все грязные, мокрые. Их увезли, не давали связь, скажем так, выкупала ее ради того, чтобы она осталась и работала. Как будто сейчас тебя убьют. Трэш, потому что женщины начали падать. Это был какой-то нечеловеческий рев. За нами прямо, ну, охотились условно. Очень гнетучее состояние. Ребята, в Корею пришла потрясающая погода. Очень тепло. 8 градусов тепла. И в такую погоду, конечно, не хочется ходить на Арбайд. Хочется поехать на природу с друзьями, на рыбалку, к жаре шашлыки. И я пытался в магазинах Сию, GS25 найти, где можно купить мангалы. Я случайно наткнулся на группу в Facebook, где делают просто потрясающие мангалы. Стальные, своими руками. Мангал вам придет очень быстро. Доставка действует по всей Корее. Мангалы ручной работы, очень легкие, сборные, то есть не занимают много места. И самое главное, они не прогорают. Потому что часто, если вы в России покупали мангалы китайские, они просто гнутся. А это реальный стальной мангал, причем ручной работы. Цены там от 50 тысяч вон, то есть очень низкая стоимость. А если вы хотите готовить шашлык на большую компанию, либо у вас какой-то свой бизнес, есть и коптильный, и промышленный оборудование для жарки в большом масштабе. Номер телефона и ссылка на группу в Facebook будет под видео. Проходите по ссылке, заказывайте потрясающий мангал. А как только мой мангал придет, я разберу и покажу, что он из себя представляет. Всем привет! Сегодня мы с Гошей. Гоша, тут этот парень. Он очень быстро бегает, хорошо работает и быстро бегает. Это две вещи, которые я про него знаю. С Гошей в последний раз мы виделись буквально чуть меньше недели назад. В тот день, как раз, когда меня задержали. Я рассказывал об этом в своем видео. Ссылка на видео есть, где-то здесь будет, тоже в каком-то из углов. Получилось так, что меня забрали, а Гоша пропал. Вот сейчас Гоша расскажет свою историю, как он видел весь процесс задержания. То с ним было. Значит, день начался абсолютно обычно, стандартно. Мы начали работать, первый тайм. Отработали где-то часа полтора. Да, то есть работа шла абсолютно, как всегда. Никаких таких предпосылок, ни звонков, ничего не было. Что там, какие-то проверки идут и так далее. Раньше нас обычно предупреждали, звонили Саджану. В этот день ничего не было. И за день до этого ничего не было, собственно. Мы работаем и тут. Я понимаю, сижу на лайне, принимаю диски. Я понимаю, что все куда-то побежали. Все произошло абсолютно мгновенно. Я, к сожалению, вот постоянно нахожусь в наушнике в одном. И слушаю аудиокнигу. Я очень сильно погрузился в сюжет. Тут начинается кипиш. Все начинают куда-то бежать. Я сначала подумал, что на соседнем лайне, где диски уже упаковывают, там какой-то завал, и все побежали туда помогать. Я, собственно, тоже сорвался и побежал туда. Но я увидел, что открывается дверь черного входа, и все начинают выбегать в дверь. И тут только я понял, я дико затупил. Я только тогда понял, что идет облава, что приехала мегрешка, что буквально вот-вот мы не понимаем, где она, близко она, далеко она, где она вообще на подъезде, или она уже заходит сюда. Я вообще с этого момента, у меня какая-то пелена перед глазами. Я не видел вообще, что происходит. То есть люди выбегают. Я понимаю, что я бегу один из самых последних. Ну, человек 20, наверное, бежало, выбежало с завода. Я был, наверное, за мной было человек 5 всего. То есть я был где-то в хвосте. Наш завод находится, значит, в такой деревушке, буквально-таки, у подножья горы. И там была одна маленькая узенькая тропиночка с очень такой мокрой грязной землей, потому что в этот день шел дождь, сутки до этого шел дождь. Вся трава, все листья, все было мокрое, грязное, скользкое. И вот по этой тропинке узенькой мы все начали убегать. Женщины, в основном у нас на заводе работают женщины, женщины разных возрастов. Много женщин, скажем так, 40+, 50+, вот. Ну, так же много и девушек, которым там 20-25, вот. И, конечно же, девушки, которые помоложе, убежали вперед самыми первыми. Они уже бежали по горе в тот момент, когда я только поднимался с теми, кому было 40-50 женщинами. Тут начался, конечно, полный трэш, потому что женщины начали падать. Упала одна женщина, я пытался ее поднять, поставил на ноги, побежал дальше. Потом обернулся, смотрю, что она опять упала, потому что все одеты были в неподходящую одежду, конечно же, в обувь. Ну, не для бега, скажем так. Вот. И многие, к сожалению, не смогли из-за своего внешнего вида, да, из-за своей одежды неудобной, которая на них была, как-то вообще убежать и хоть на сколько-то оторваться от неграшки. Мы бежали по листьям, листьев очень много после зимы, после осени, по колено, наверное, листьев, все листья мокрые, под листьями ветки, коряги, камни, валуны, то есть все максимально вперемешку. И передо мной бежала девушка, молодая, которая выбежала одной из первых. Она бежала, падала, вставала, поднималась, бежала и снова падала. Буквально несколько раз она передо мной упала. Я ее в этот момент нагнал, поднял, она упала прямо сразу. И я еще раз ее поднял, взял ее под подмышку, под руку, вот так вот потащил за собой. Но, к сожалению, она не могла бежать в моем темпе. У нее очень сильная, видимо, из-за стресса, из-за нервов подкашивались ноги. Она просто упала, и она не могла встать. Вот. Я принял решение бежать дальше. К сожалению, помочь не получилось. Мы поднялись к дороге, к какому-то зданию, перелезли через забор. Я с этого забора упал, потому что все было очень скользко. Я еще был на... То есть там, получается, среди леса еще какие-то заборы, да, были? На краю леса был забор, такой, из обычной проволоки. Но я попытался перелезть, не смог. За мной как раз была женщина. А Мегрешка туда добежала, в итоге Мегрешка, вот до этого забора? Скорее всего, добежала, потому что, когда мы бежали, вот я поднимал ту девушку, которая падала постоянно. Они бежали в тот момент, когда я ее поднимал, и когда она... Они бежали за нами. За нами бежала Мегрешка, не знаю, сколько их было, я не оборачивался и не видел их в лицо. Но он бежал и очень страшно кричал. Это был какой-то нечеловеческий рев. По ощущениям было, как, знаете, в фильме про зомби-апокалипсис, когда за тобой бежит какой-то зараженный человек и пытается тебя, не знаю, убить, съесть или что-то еще. Это было очень гнетущее состояние, потому что это, видимо, их такая психологическая уловка, насколько я понял и для себя это осознал. Потому что многие оборачивались, конечно же, и, наверное, для них это имело эффект какой-то, то есть эффект такого психологического давления, когда на тебя кричат, прям таким нечеловеческим рыком, прям, как будто сейчас тебя убьют. Многие, конечно, терялись и теряли самообладание, и падали, и там оборачивались, в общем, их задерживали. Я не поворачивался, я бежал вперед, я только как бы думал о том, что вот надо сейчас как бы еще один шаг, еще один забор, пролезть, перелезть. Я ничего с собой не успел взять, ни свою куртку, ни с которой был кошелек с моей карточкой, с моей фотографией, со мной, с моей девушкой. Я не успел взять и рюкзак свой, ничего, то есть я рванул, как был, то есть у меня был карман в телефоне, многие девчонки, вот кто с нами был, у них даже телефон был, то есть там в куртке. Они бежали без всего вообще, то есть если бы они оторвались в одиночку, как бы непонятно, где бы они полутали, там ходили, у них не было бы ни онлайн-карт, ничего, то есть они бы даже, наверное, не смогли бы толком оттуда уехать, они бы где-то там возле этих гор там бродили, или по горам, я не знаю, в поселках. А после того, как ты перелез через забор, от вас меграшки все-таки оставили, они прям до конца бежали? Они бежали, насколько я понимаю, до конца, но вот к моменту, когда мы перелезли через забор, мы побежали в район, там рядом какой-то был отель, потом поняли, что там много горничных, много ходят людей, и как бы нас сейчас спалят, потому что мы все грязные, мокрые, какие-то все оборванные, то есть выглядели достаточно угрожающе. Мы решили уходить из этого отеля, потому что поняли, что сейчас нас либо персонал, либо гости, кто-то увидит и могут позвонить куда-то, либо сообщить, что здесь какие-то непонятные люди, все в грязи, мокрые, оборванные, и мы решили оттуда уходить. Мы быстро перебежали в соседний поселок, они там буквально, ну корейские поселки, это такие очень маленькие, не знаю, на домов 40-50, есть такие вдоль гор, вдоль ущелья, и такие маленькие домики, одноэтажные в основном, двухэтажные. В этот момент нам позвонили как раз с завода, спросили типа, где мы, что мы, мы сказали, что мы убежали, но пока что как бы точно не в безопасности, мы типа вот ждем, мы пока не понимаем. Нам сказали, что типа нас заберут оттуда, вот, но непонятно когда, потому что в тот момент еще проверка шла, и там только-только всех задержали, такая облава, такая проверка длится там 2-3 часа в среднем, и мы поняли, что там сидеть, ну мы все мокрые, мы поняли, что там сидеть 2-3 часа не вариант, буквально под дождем, мы решили, что будем вызывать такси, у нас у девчонки была карточка, с которой мы могли заплатить за такси. В этот момент одной из девчонок, которая с нами работала, узбечка, она, значит, позвонила своей подруге, подруга приехала, у нее в машине были еще 2 девчонки, тоже, которые сбежали с завода. То есть сбежали в другое место, получается? В другое место, то есть если мы, когда выбегали с завода, мы пошли направо по горе, они побежали налево, нас отвезли к ним домой, за что им отдельно благодарны. Она нас угостила чаем, мы покушали бутерброды, в общем, на эмоциях все переходили от слез, там, ну, ни слез, в общем, такой истерический смех, непередаваемым по ощущениям, потому что никто до этого такие эмоции не испытывал, эмоции такой жертвы, потому что за нами прямо, ну, охотились условно. Все по первому разу, то есть до этого, как бы, никто не убегал от эмигрешки, никто никого не сдерживали, и для нас это был для всех первый опыт, первые эмоции и первые необычные ощущения, которые мы вот испытали в Корее. С Амуним, с Аджаним, они вот как-то напряглись по этому поводу, или вообще им было пофигу, то есть как вот отношения их было, и что было дальше вот в плане работы? Мы на завод не вернулись в тот день, то есть мы, вот это была среда, день облавы, мы и в четверг не выходили, и в пятницу мы не выходили, мы только вышли сейчас в субботу и в воскресенье, вот. В тот день вернулись только, ну, остались там на работу только те, у кого были рабочие визы. Мы просто ждали, ждали, пока нам вечером уже ночью буквально привезут вещи наши. Я очень переживал за счет того, что у меня в куртке был кошелек, в котором лежали мои банковские карточки, то есть на них выбито мое имя. А, то есть вы могли найти это? Да, я думал, что они будут обыскивать собственные вещи, и найдут мой кошелек, в котором как раз-таки мои карты с моим именем, и там будет моя фотография с моей девушкой в кошельке вставлена, которая как бы, там один плюс один составить несложно, и понять, кто этот человек, кого надо искать. И девушка сейчас не в Корее? Нет, она уехала буквально за неделю до вот облавы. Я видел, что одна девушка, которая тоже с нами работала, она вернулась на завод, у нее была Дживан. Вот она рассказывала вообще, как Дживан быстро отпустили в тот же день, когда их поймали. Да, она, к сожалению, просидела там очень долго, чуть ли не два дня там пробыла. Она, если у нас в среду была облава, она приехала домой только в пятницу. То есть она два дня была в Мегрешке, собственно, их, я так понимаю, всех с завода развезли по разным Мегрешкам, потому что она... В Симбонии она была, наверное? Я не помню, если честно, она рассказывала, я забыл. Их увезли, не давали связь. Мы когда уже ехали в такси с этого города, вот, домой, мы вышли на связь с ее парнем, он сказал, что я вообще не в курсе. Два дня он пытался там решить вопрос. Потом они вышли на связь, насколько я знаю. То есть она до последнего хотела уехать в Россию обратно. Но в итоге вот саму НИМ, насколько я знаю, помогла с штрафом, со штрафом, чтобы оплатить ей, чтобы она вышла. То есть она полностью погасила штрафа? Ну, да, насколько я знаю, она полностью погасила, чтобы ее выпустили, чтобы она осталась в Корее. Были ли какие-то условия, просто, может быть, ты знаешь, типа, то, что она за нее оплачивает штраф, и она потом как-то должна отработать, или что-то должна вернуть, просто тут очень интересный момент. Скорее всего, да, она, наверное, скажем так, выкупала ее ради того, чтобы она осталась и работала, потому что ей нравилось, как она работает. И, в принципе, наверное, не хотела она менять ее на какую-то другую там девушку. Ну, и, наверное, как-то по-человечески ее было жалко, и она решила как-то помочь. Я думаю, что все-таки они там как-то будут, все равно она будет возвращать ей деньги, скорее всего, я не знаю точно. Вряд ли это на безвозмездной основе было. Но человеческое отношение и с Аджана, и с Аму НИМ, это очень дорогого стоит, потому что немногие начальники в Корее вот так вот за простой персонал, скажем так, вот так вот пекутся и помогают. Потому что когда мы приехали в субботу, она нас обняла, это было очень мило, потому что она прям, ну, с такой очень доброй улыбкой нас так обняла, приободрила, что это было для всех большое испытание, и шок, и стресс. Они очень сильно впряглись, да, они очень сильно помогли многим. Сла речь про то, что с Аджаним, с Аму НИМ, они платят штраф по 5 миллионов за человека. Насколько это правда, что ты слышал? Просто мне интересно, может быть, они что-то платили, что-то говорили? Насколько я знаю, что они штраф не платили, потому что, чтобы доказать, что это они нанимали людей, как бы доказательств нету. И, насколько я понимаю, что во всем будет виноват самушиль, который отправлял людей. Вся вина сейчас лежит на самушиле, который не, скажем так, не проверял документы тех людей, которых он отправлял на работу. И, собственно, вины там Саджана в этом плане, то есть нет, он как бы грамотно слился в этом плане. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если интересно по поводу оформления визы G1, пишите в комментариях, на какую тему бы хотели видео. Напоминаю, что нужно подписаться на Корея чат, новый чат, который я сделал по Корее, на этот YouTube канал. Ссылки на все социальные сети мои будут в описании под этим видео. Рассчитывайте грамотно свои силы, рассчитывайте возможности и понимаете, для чего вы едете в Корею. И что здесь не будет просто, что здесь вы на птичьих правах, даже если вы получили там какую-то визу, вы не можете работать, вы постоянно должны быть на иголках и так далее. То есть подживан можно устроиться официально через полгода после получения, но это отдельная бюрократическая проблема, очень муторная. Возможности, варианты есть, кто ищет, тот всегда найдет. Но знаете, что первые там несколько месяцев вы на птичьих правах. Пишите в комментариях, что думаете. Мне кажется, каждый сделал выводы, я для себя сделал выводы, вы для себя сделали выводы. В любом случае, с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok